Мы сами являемся производителем систем видеонаблюдения комплексно, то есть это и видеокамеры, и видеосерверы, и программное обеспечение, и видеоаналитика. В целом, одно из основных преимуществ это как раз комплексный подход к системам видеонаблюдения. Конечно же, отмечу это применение искусственного интеллекта. На сегодняшний день у нас более 50 модулей видеоаналитики, которые позволяют решать задачи по охранному видеонаблюдению, промышленной безопасности, контролю технологических процессов и антитеррору. И, наверное, третье, что выделю, это импортозамещение. Наше оборудование находится в реестре Минпромторга Российской Федерации. И программное обеспечение также находится в реестре российского программного обеспечения и баз данных. Обнаружение огня дыма. На сегодняшний день такая видеоаналитика может быть и есть у кого-то, но чем отличаются наши алгоритмы? Во-первых, мы соответствуем ГОСТу. Техника пожарная, пожарные средства безопасности. Проходили испытания в институте в НИПО МЧС России и есть официальное заключение. А также разрешение на применение таких детекторов для обеспечения дополнительной пожарной безопасности. А такого на сегодняшний день нет ни у кого, кроме нас. А вообще из видеоаналитики много новых разработок. К примеру, детектор огнестрельного оружия в руках человека. Это напрямую связано с обеспечением антитуристической защиты. Также есть видеоаналитика распознавания жестов. Поднятые руки вверх, руки в стороны, одна рука вверх. Это как раз жесты тревоги, жесты опасности, которые можно выявить и быстро отреагировать. Также есть видеоаналитика, способная определить положение человека тела. Допустим, упал он, плохо стало человеку, либо он сидит, либо наоборот стоит. Это все можно классифицировать как какое-то действие, которое в дальнейшем можно отработать. Также есть видеоаналитика распознавания лиц, распознавания номеров. Это для общественной безопасности в том числе. Есть видеоаналитика классификация объектов. Человек, транспортное средство, животное. Есть более сложная видеоаналитика, которая позволяет, допустим, фиксировать количество людей в помещении с нескольких видеокамер. Наша видеоаналитика работает как на центральном процессоре, так и на графическом ускорителе. Причем на сегодняшний день мы еще проводим испытания на российском графическом ускорителе, НПУ российского производства, и пытаемся там тоже адаптировать эту видеоаналитику. И второе, наверное, что даст определенный скачок в рамках улучшения качества работы и уменьшения производительности по ресурсам. Это перенос видеоаналитики непосредственно в борт видеокамеры. Вот как раз здесь одна из таких камер у нас представлена. Мы научились брать видеоаналитику с использованием искусственного интеллекта и, используя производительность видеокамеры, загружать именно на нее, тем самым разгружая серверные мощности. Это увеличивает, во-первых, качество детектирования видеоаналитики, во-вторых, при использовании видеоаналитики на борту камеры снижается задержка, то есть ее вообще нет. Мы работаем с исходным изображением, которое сформировалось на матрице. Ну и в-третьих, конечно же, это снижение стоимости всей системы. Когда мы взяли видеокамеру и поместили на нее видеоаналитику, нам не нужно покупать дополнительный сервер за многим миллион.